Всем привет! В этом видео я расскажу вам несколько секретов, которые помогут получать ваш бизнес в разы больше клиентов. Если вы самозанятый, предоставляете услуги или вы начинающий предприниматель, вам это просто необходимо делать. Это как инвестиции. Вы делаете что-то и потом это будет работать на вас. А теперь я вам расскажу, как это вообще работает. Возьмем два специалиста. Два совершенно абсолютно одинаковых специалиста. Они ровесники, сантехники. Вот сантехник. Один парень, допустим, его зовут Иван. Ему 30 лет. Второй Петр. Ему также там 30 лет. Они оба сантехники. У них опыт там 3-5 лет своей деятельности. Они предоставляют услуги населению. Они работают на какие-то фирмы. У них уже какая-то клиентура, которая передает их из рук в руки. Они делают коттеджи, квартиры. У них инструмент, машина. И вот Иван занимается этой деятельностью и Петр занимается этой же деятельностью. Как им получать больше клиентов? Они оба одинаковые, но Петр делает то, что не делает Иван. Он снимает видео и выкладывает в свой Инстаграм аккаунт, в свой ВКонтакте, в группу ВКонтакте. Он завел Ютуб канал и снимает короткие ролики, как он пришел к клиенту, как было в квартире до его прихода, какая была проблема. Он снимает ролик в процессе, какие-то моменты он снимает, как он это делает, как он прокладывает эти трубы. Он снимает уже результат. Он также фотографируется с клиентами или записывает ролики с клиентами. Клиенты ему говорят, девушки, женщины ему говорят спасибо. Пенсионерки говорят, какой хороший Петр. И он все это снимает, как-то немножечко там нарезает, что-то в Инстаграм. Прямо вот так же выкладывает короткие ролики. И как вы думаете, через два-три-пять лет, если Иван не будет делать этих же действий, что делает Петр, кто будет зарабатывать в разы больше? Кто будет просто снимать контент? У него будут бригады, у него будет фирма. Конечно же, это будет Петр, потому что он выращивает, помимо и своей деятельности, он делает, оставляет след. Он создает образ своим видео, своими фотографиями. Он что-то пишет туда. Если Иван не начнет это делать, то у него, даже сколько бы он денег не вкладывал в рекламу, он размещается на Авито, на Юле. У него есть постоянные клиенты, он делает какую-то, какие-то дает, вкладывает деньги в оффлайн-листовки, в подъезды, расклеивает. А Петр постепенно своим контентом создает такой образ себя, что он все меньше и меньше денег вкладывает в рекламу. А клиентов становится все больше и больше и больше и больше. Потому что, когда люди смотрят его ролики, как он делает коттедж, как он делает квартиру, они, соответственно, проникаются доверием к этому специалисту. Им не нужно объяснять, когда он приезжает на место, почему у него такая цена за его услуги. У него цена даже выше в среднем становится по рынку, потому что клиентов становится все больше и больше. И он уже выбирает какие-то объекты брать, какие-то отдавать своим напарникам, какую-то свою бригаду создает. И он становится все меньше и меньше работает. То есть смысл в том, что во втором случае человек, который вкладывает в такое громкое слово, как развитие личного бренда, хотя он даже не знает, может быть, таких слов, он просто сделал youtube-канал, как сделал кто-то из каких-то подобных каналов в Москве он увидел, или еще, может быть, за рубежом какой-то, зарубежный канал. Он увидел, как люди выкладывают ролики. И он также это делает. Он как-то переборол вот эту планку стеснения. И он снимает и снимает эти ролики, выкладывает, выкладывает. И с каждым разом его ролики становятся все лучше и лучше. Даже у него, так как у него деньги есть, он может снять профессиональный ролик, какой-то промо-ролик. То есть это работает, вот этот пример, он работает в любом современном бизнесе, который направлен на обслуживание клиентов, покупателей. Личный бренд, вот это вот громкое слово, вот это слово, оно всего лишь скрывается, вот формируется в этих простых действиях. Необходимо снимать, необходимо идти к клиентам. То есть не нужно стесняться. И это нужно, если вы, это нужно разрабатывать, это также как мышца. То есть нужно повышать, повышать качество своих роликов. То есть и самое главное, это регулярность. То есть какие-то раз в неделю, там через день какие-то посты, фотографии, видео. Сейчас это актуально. Это работает. И для того, чтобы клиент принимал решение как можно быстрее, то есть бы было в идеале. Он увидел профиль специалиста в группу, на канал, зашел и он принимает решение, вот посмотрев эти ролики, он проникнулся этим, он видит, что это реально, человек работает, человек в теме и он принимает решение. Так, мне нужно позвонить, мне нужно решить вот эту вот проблему. То есть кому я, кому я буду обращаться? Мне нужно в квартире заменить все трубы или мне нужно в моем доме проложить канализацию. Кому я буду обращаться? Вот, вот этот парень, на который я был подписан, который выкладывал свои ролики. Я уже знаю о том, что он делает. Мне практически не нужно объяснять. Вот так это работает. То есть смысл моего ролика, если вы что-то делаете для обслуживания клиентов, что-то продаете, что-то предоставляете, какие-то услуги. Если у вас есть бизнес ваш малый, средний, снимайте ролики, снимайте. Если вы даже директор там какой-то фирмы, берите и снимайте, как ваши менеджеры делают. Если у вас маленькая фирма, показывайте результат, что получит клиент, как он будет чувствовать себя. Снимайте эти отзывы, снимайте. Начинайте делать это вот прямо после того, как вы узнали, начинайте это делать. Если вы это делали время от времени, делайте это каждый день, через день. Но в этом формировании вот этого образа важна регулярность. И поэтому, соответственно, если вы хотите перейти от специалиста или создать какой-то свой бизнес, чтобы он рос, растите вот этот образ. Это очень-очень круто. Вы живете, вы предоставляете людям, и у вас людям какие-то услуги, какие-то товары. Вы что-то делаете, занимаетесь своим бизнесом, своим делом. И по ходу этой жизни вы снимаете эту жизнь. И у вас формируется вторая ваша вот эта виртуальная жизнь. А это отражение вашей реальной жизни. Вот. И это очень сильно работает сейчас, потому что куда идут люди, куда идут клиенты, в интернет. Как они ищут? Они ищут в соцсетях, в поиске сайта. Даже если на сайтах есть видео в соцсети, это очень-очень сильно прямо работает. Если вы снимали просто фотографии, просто выкладывали фото, делайте короткие ролики, делайте, заведите ютуб-канал, делайте длинные ролики там на 10-15 минут, можете там какой-то ролик там минут на 20 сделать, как вы работаете. Вот. Вот эта мысль, который я хотел донести до предпринимателей, начинающих предпринимателей, для всех, для специалистов, которые хотят больше зарабатывать, которые хотят меньше работать, но больше получать. Вот это будет самой вашей лучшей инвестицией в современное время. Всем пока. Надеюсь видео было для вас полезно. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите ваш комментарий, как у вас это работает. До новых встреч! Увидимся в следующем видео!